Сейчас у большинства людей проблема основная в жизни заключается в том, что у них жизнь нездоровая. То есть они неправильно живут. И тут хоть как в психологии, занимайся, не занимайся, если у тебя нет энергии. Вот я просто чисто так утрирую, такой вам утрированный вариант часто понятно становится. Предлагаю рассмотреть. Вот человек шел, ударился головой об стену. И забыл, что ему надо кушать. Он не ел три недели. Пришел к астрологу, психологу, психотерапевту, неважно, и говорит, у меня что-то руки трясет, слабость какая-то, я не могу работать. И он ему рассказывает, психолог, надо больше улыбаться, больше радоваться, надо желать всем счастья, нужно позитивно смотреть на жизнь. И он пробует, ему действительно легче становится, он пробует улыбаться, как-то легче становится. Он говорит, спасибо, психолог, вы мне помогли. Но работать я что-то все равно не могу. Он говорит, ну мало радуетесь. А надо ему что делать? Покушать. Покушать просто и все, и силы набраться. Вот точно так же нам надо кушать энергию природы, понимаете. Вот я прилетел к вам вчера вечером сюда, приехал домой, чувствую сильную усталость. И я поехал на озеро с утра. Вот завтра, если хотите, то в 9 часов утра можете тоже вот вам точку дадим. Если, ну это будет мало, всего 10 минут, там мы бегали с вами вместе, а тут только покупаетесь со мной. Ну то есть можно, ну в озере сразу предупреждаю, там всего 10 градусов температуры воды. И стоять там за 12 минут можно очистить все полностью, весь организм. Но потом надо в горячем уже находиться какое-то время, чтобы не переохладиться. Я сегодня с утра поехал на озеро, постоял там. Получил массу впечатлений. Ко мне подплыли лебеди. Два лебедя подплыли на расстоянии метра от меня. Посмотрели, пообщались со мной и подплыли дальше. Они видно хотели, чтобы я их накормил, а у меня ничего не было. И они поплыли дальше. Но ощущения были очень потрясающие. Когда лебеди еще подплыли, так все красиво. Я понял, что я в Италии настоящий, там вокруг горы этого озера, такое горное озеро красивое такое. И я, в результате хватило на две консультации, по полтора часа еще лекция сил. Просто от озера, вот я получил от природы силы, и сейчас с вами общаюсь, у меня есть силы. Понимаете? Но если бы вы так жили, то у вас тоже бы были силы. Надо просто учиться правильно жить. Научиться получать энергию от природы. Вода дает человеку спокойствие, доброту. Свежий воздух, длительное движение дает волю, работоспособность. Солнце дает жизнерадостность, оптимизм. Вот солнечные люди, знаете, как выглядит солнечный вид? Жизнерадостный. Как выглядит, знаете? они приносят счастье своим настроением своим голосом да они красивые солнечного девушка допустим по-русски называется красная девушка красная девица что значит красная девица солнечная значит красавица мужчина солнечный как он тоже такой жизнерадостный оптимистичный человек красивая девушка солнечные люди много солнца не отдают берут солнце отдают солнце все счастливыми становятся это энергия солнца в них что вы сейчас слышали слышали песню но через нее передается энергия солнца и вас настроение поднялось солнечное настроение это солнечная энергия есть также доброта может быть доброта энергия воды ну такая доброта не божественно просто человек спокойный расслабленные энергии воды море то что одно я сказал в озере есть море конечно здесь это это же море вернулась песни приволы вот поэтому нужно учиться правильно жить иначе не будет никаких сил учиться видите как вот у вас нет контакта с энергии природы наступил плохой период три с половиной года назад заблокировал вашу психику то у вас помутилось сознание все как во сне сейчас все как во сне вы чувствуете как живете как в таком скутером немножко с пространстве это побеждается только аскезами на природе больше никак вы не сможете никак убрать некие таблетки вам не помогут потому что вам просто почему бы как по сне потому что вам не хватает энергии жизни поэтому не хватает энергии на прекрасного человека которым вам болта желание от сил было есть понимаете вот допустим если у меня нет сил никакой желание сижу здравствуйте дорогие мать есть у меня нет сил какой будет желание ведь отдыхать да да поэтому для желания нужны силы сначала иду пешком сколько вы ходите непрерывно это очень мало потому что вы прощаете один слой психически надо пять это значит надо идти четыре часа иначе не будет счастья в жизни четыре часа и не за один раз вы будете так ходить если полгода через полгода по графику раз шесть дней четыре часа ходите и вы тогда только через полгода вам станет легче потому что вам столько нужно чтобы прочистить свою психику и если вы не будете неподвижное положение тела делать его статическое напряжение еще сильнее тогда если будет четыре часа ходить вам еще хуже будет потому что вы будет перегреваться то есть сначала надо научиться неподвижным положением телу 65 минут не двигаться стоять или хотя в бабочке сидеть после бабочки да а возле дерева можно тоже можно молиться во время медитировать слушатели читала идешь надо слушать лекцию когда стоишь надо молиться когда идешь слушать лекцию вот так жить надо периодически помогать себе по здоровью все мои хорошие теперь лекция начинается мы с вами пообщались немножко счастье счастье всем счастье солнце да да конечно спасибо они потеряли 10 лет назад дочь и было 20 лет да у них свой духовный путь и вот там их вопрос такой что почему какой урок в этой ситуации для них потому что еще одна дочь дочь останется жива вторая будет им помогать жизни надо бояться что она потеряется какой урок с первой дочерью урок заключается в том что она потеряла подарила им духовный путь после ее потери они встали на путь служению богу дочь сама она должна была уйти из жизни потому что ее земной путь закончился она сейчас находится в раю она очень чистый возвышенный человек она находится в раю сейчас и есть хорошо там она испытывает счастье является ангелом хранителем для них сейчас для вот она благодаря ей вы встали на духовный путь и потеря ее как бы привела вас к этому это тоже ее милость благословение нам подарила счастье в жизни и подарила бога а сейчас она вас благословляет сверху является вашим ангелом хранителем она сейчас прям радуется вам я не думаю и я вижу она радуется вам передает вам радость привет все в этом мире не случайно все имеет глубокий смысл и этот смысл нужно понять это не просто понять но это придется нам жизни всем пережить расставание самые дорогие люди конечно когда мы расставимся тяжелее всего это принять но в этом мире бессмысленных вещей не бывают если человек испытывает стресс переживает это значит что он не знает почему так происходит все в жизни знание иногда бывает настолько высоким настолько сложным что нужно очень сильно пострадать чтобы это знание в голову пошло и тогда жизнь сильно меняется когда сильно меняется но бессмыслицы нет в этом мире не бывает ничего случайно бывает жестокость бывает насилие но на всем есть какой-то смысл глубокий и мы должны все выдержать мы должны совсем справиться в этом мире патрио пиво тоже жил когда была война и он помогал людям сейчас тоже война и нам надо помогать тоже как они пишут письма те кто в украине сейчас находится там кого гибнут люди они спрашивают что делать как молиться как пережить куда ехать идет постоянная помощь это жестокое время мы должны сохранить доброе сердце главное что надо сделать иначе жизнь пойдет вся и так как надо и у альбана и рамины тоже было период жестокой судьбы тоже не потеряли ребенка и очень тяжело так все люди даже самые счастливые в этом мире получают иногда испытания это необходимо нам для развития поэтому стрессы неизбежны и это очень сложная вещь в жизни стресс может отнять пол жизни может разрушать человек стресс может протекать так что ты не понимаешь вообще чего почему ты в стрессе ведь все нормально вот как у девушки допустим она не понимает потому что бывает просто судьба забирать силы блоки создает психики человек не знает так как он не знает как все устроено он часто не знает что ему делать и знание является очень важным фактором жизни мы вечные души вот душа вот здесь находится в области сердца здесь искорка маленькая она находится на невидимом плане она не прям в сердце в самом органе в этом она на духовном плане находится душа и душа это я вот мои желания это желание души моей души моей души то есть я душа желание все оттуда они вечную природу имеют мое желание имеет вечную природу есть в целом три главные желания у человека и три главные энергии которые наполняют всю нашу жизнь это первое желание это желание жить или желание вечности это желание это желание распространяется по всему телу благодаря этой силе энергии вечности движутся нервная система нервные импульсы кровь движется человек хочет дыхать и выжать дыхать благодаря желанию жить это желание жить поддерживается энергией вечности энергия вечности заходит в наш организм во время желания жить и есть очень чистая энергия вечности которая заходит из духовной реальности к нам эта энергия мы получаем ее во время глубокого сна она прямо непосредственно от Бога заходит нам эта энергия вечности и нам дает очень сильный отдых нам дает силы возможности мы когда во время глубокого сна от Господа в сердце мы прямо заряжаемся вот это желанием жить поэтому человеку нужен сон обязательно потому что Господь дает очень качественную чистую энергию для жизни но наше психическое тело нуждается также в энергии природы и желание жить оно подпитывается энергией ветра свежего воздуха энергии гор ветра свежего воздуха и движения подпитывается движением поэтому если человек не не находится на свежем воздухе длительное движение не совершает то у него возможность жить в организме тает. Это влияет также на психические функции. У человека появляется все больше скованности внутри. У него начинает страдать воля. Ему тяжело рано вставать, рано ложиться спать, тяжело бросить вредные привычки, тяжело заставить себя что-то делать. У нас не хватает воздуха в зале, поэтому людям тяжело слушать лекцию. Нужно открыть окна, потому что вентиляция никогда не справляется. Когда не хватает воздуха, даже знание не двигается в голове, потому что нужен воздух всегда во всем. Без этого нет жизни. Здесь у нас не холодно в Италии, поэтому нет смысла запираться. Видите, легче стало? Почувствовали свежий воздух? Хорошо? Энергия пошла сразу, легче слушать, да? Начало соображать, начали потихоньку. Так? Все. Это свежий воздух. Он нужен человеку для жизни. Поэтому всегда дома проветривайте постоянно, чтобы был свежий воздух. Когда спите, тоже чует, открывайте окна, чтобы шел-шел воздух. И знайте, что чем старше человек, тем меньше сам вот этот воздух заходит нам внутрь. Для того, чтобы он заходил внутрь и поддерживал функции организма, для этого нужно длительное движение человека. Длительное движение. Понимаете? И если человек не хочет длительное движение совершать, значит, он не хочет жить. Арктические врачи древности, когда человек болел, они спрашивали, человек гуляет вообще, ходит? И им говорили, да нет, он не ходит. И они говорили, пускай тогда ходит, а потом мы будем его лечить. И ответ был такой, да не хочет он ходить, значит, он долго не проживет. Все. То есть, если человек не хочет жить, значит, он не будет жить. Я маме звоню всегда, первый вопрос, я говорю, ты по дорожке, по беговой ходила? Она говорит, ходила. Значит, будет жить дальше. Потому что, когда человек хочет длительное движение совершать, значит, у него все будет нормально. Если он не хочет двигаться, значит, жизнь будет угасать. Вот мне 58 лет. Я раз в 6 дней бегаю 17 километров со скоростью 6 минут 30 секунд в километр. И молодые люди, которые со мной бегают, не всегда успевают за мной, не всегда способны выдерживать нагрузку. Как вы думаете, у кого желание жить больше, у меня или у них? А желание жить, это означает также воля, сила воли, означает способность преодолевать препятствия, способность перелеты совершать, способность терпеть нагрузки и так далее, и так далее. Все это желание жить означает. Так? Вторая энергия души, которая нам нужна, эта сила нам нужна, это желание счастья. Как только у человека жизнь чуть-чуть, у него жизнь пошла, он, допустим, выписался из боблиницы, до этого он хотел жить все время, я хочу жить, доктор, спасите меня, я хочу жить. Ну, ему подарили жить, он только из больницы выписался и думает, жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Он уже не хочет просто жить, ему надо быть счастливым, потому что без счастья тоже нет жизни, нужно счастье. Нужно счастье во всем, чтобы все хорошо было, нужно, чтобы все было хорошо. Это естественное желание человека. Человек не может жить, когда все плохо. Так? Но есть счастье, мы как бы не понимаем, откуда счастье берется. Мы думаем, что оно берется из отношений, из людей, из мандаринов, допустим. Вот мы не понимаем, что вот мандарины, откуда энергия счастья в мандаринах? От солнца. От солнца. В отношениях откуда энергия счастья? От Бога. От солнца тоже. От солнца, да. Мы не знаем об этом. Конечно, все от Бога, но есть божественные энергии. И солнце дает энергию счастья человеку. А если нет солнца? Если нет солнца, то тогда солнце дают люди. Звонким означает чем? Золотом звонким. Чем? Знешники. А? Счастьем. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Золотом звонким означает радостью. Значит, мужчина получает энергию солнца, он становится каким? Радостным. Радостным. А женщина, когда девушка получает солнце, какой он становится? Красивым. Красивым. Вот так мы получаем солнце. А обмен солнца означает, что мужчины радуются, женщины испытывают красоту, они красивые. Вот так это взаимодействие. Солнце дает человеку здоровье, здоровая жизнь. Солнце дает хорошее пищеварение, дает иммунитет человеку, дает хороший обмен веществ. Вот, допустим, если у тебя жирыльки на теле, это значит, в солнце не хватает обмена солнца. Нужно больше радости, можно больше взаимодействовать с энергией солнца правильно. Правильное взаимодействие с солнцем также режим дня. Надо бодрствовать, когда солнце восходит. А когда солнце заходит, надо спать. Если ты на солнце не бодрствуешь, тогда не получи, не хватает радости в жизни. Надо вставать в 6 утра пораньше. Когда солнце восходит, ты получаешь энергию вдохновения. Солнце, когда только восходит, ты не встал рано. В 7 встал или в 8, энергии вдохновения не хватает. И в жизни ничего не успеваешь потом. Если поздно встал, заметили, ничего не успеваешь потом за весь день. Нет вдохновения, у тебя нет концентрации. Ты полчаса посидел, подумал, что делать. Потом полчаса еще подумал, как делать. У тебя нет возможности. Потому что ты не в ногу с солнцем живешь. Нужно в ногу с солнцем жить. Рано ложиться спать. Зачем? Потому что есть еще луна. Если солнце, солнце дает человеку силы, концентрацию, работоспособность, жизнерадостность. Солнце дает, это солнце дает нам. Кто первым радуется, когда солнце восходит? Петухи. Петухи. Они кричат. Радуются. Самые первые. Потом птицы. Петухи. Начинают петь. Свящать, свящать. Радуются все. На солнце. потом лягушки когда уже светает на лягушку попадает солнечный луч и она радуется солнцу тоже она других еще не попал солнечный луч но они чувствуют вдохновение от этой лягушке я как однако квакнет сестры начинают квакать все сразу вечером солнце заходит они печалятся мы говорим с вами о тайнах жизни то что не видно снаружи я вам говорю о тайны какие-то вещах у меня гемоглобин страдает гемоглобина нет что ли в италии гемоглобина нет что ли нет железа что ли в италии тут без железа все нет все железом у тебя не усваивается железо почему не усваивается солнца не хватает куча солнца все потому что нет солнца потому что я тебе нет радости если ты печальный ходишь значит тогда у тебя не будет солнце это не будет гемоглобина если ты печали живешь что тогда не будет гемоглобина ты неправильно настроен то есть солнце есть но ты не получаешь его почему не получаешь потому что надо учиться правильно жить солнце всасывать себя на радостью надо побеждать судьбу учиться а если ты не побеждаешь страдаешь все время тогда будет анемия но нужно нужно не только печалиться также радоваться он не радуется он плачет у него песня печаль такая печаль в моей интерпретации я вам объясняю что человек печальность я просто радостный сам по себе поэтому у меня получается радостная песня у него печальная если я сейчас печальную запою вместе с ним вы разбежитесь с лекцией поэтому я пою радостно а что у меня остается делать что робить хорошо энергия счастья получается также через пост это тайное знание мы не знаем если человек находится в депрессии у него разочарование в жизни он разочарован во всем то когда он не ест и выдерживает пост потому что когда человек не ест он хочется кушать чтобы потом порадоваться но если еды нет и он страдает сначала но если он сможет жить без еды и успокоит свое сердце без еды то тогда счастье он начнет всасывать через солнце свой организм и он станет изнутри жизнерадостным депрессия будет проходить через пост это делается рамадан тоже пост рамадана тоже да рамадан витти ра это означает солнце означает солнце повышает пост повышающий солнце если санскрита переводить потому что рамадан корень ра означает солнце а корень да рамадан означает давать а мне пост надо? нет сначала неподвижное положение тела потом длительное движение и если не будет помогать потом только пост потому что депрессия тоже есть внутри но это не главное про вашу проблему главное ваша проблема это чувствительность сильно высокая и нехватка сил у вас нету и болевой силы боли не хватает силы жить без точность и третья вещь которую человеку надо это знание и так вторая вещь несчастья когда не хватает что у человека происходит у него возникает депрессия плохое настроение негативные эмоции это нехватка нехватка энергии солнца негативные эмоции плохое настроение значит нехватка энергии солнца вот нехватка железа означает анемия да а нехватка солнца плохое настроение если человек это знает то он пытается найти солнце в людях вот у него плохое настроение если вы нахмурясь выйдете из дома если вам не в радость солнечный денек то есть вы не получаете энергию от солнца то пусть просто улыбнется вам вовсе не знакомый встречный паренек и улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз и хорошее настроение не покинет больше вас так если ты от солнца не можешь получать счастье получай хотя бы от людей радуйся людям если не хочешь радоваться людям не хочешь радоваться солнцу значит тогда осеннее пальто можешь не покупать потому что человек не хочет радоваться у него теряется иммунитет дальше вирус приходит в его жизнь иммунитет тоже это нехватка радости в жизни человека не хватает сил бороться с болезни иммунитет это солнечная энергия пищеварение это солнечное вирус надо перебаривать организму а не хватает силы пищеварения потому что нет радости радости пищеварения у радостных людей когда человек в депрессию входит что первое он теряет что теряет аппетит признак депрессии первый кушать не хочу почему не хочешь кушать а потому что солнце не всасывает все поэтому не хочет жить не жире то есть нужно учиться быть счастливым оказаться мы дождем когда счастье придет Надо учиться быть счастливым Поэтому нужно радоваться когда человек радуется что происходит Он берет энергию солнца это на психическом плане Что это происходит он берет энергию солнца и отдает Вперед и отдает Поэтому надо улыбаться людям Улыбаться всем вокруг Тогда энергия солнца циркулирует у тебя Если не улыбаешься, печалишься Не циркулирует тогда энергия солнца Надо жить Означает улыбайтесь Не улыбайтесь, осеннее пальто можете не покупать Сразу, почему осеннее пальто не покупать? Поймете попозже Доктор Ля говорит Почему перед ногами вы меня везете Я же еще живой Он говорит, так мы еще не доехали А куда мы тогда едем? В морг А почему не в реанимацию? Доктор сказал в морг, значит в морг Немножко буду вас развлекать Чтобы вы не скучали, не печалились Итак Запомнили счастье, да? Или счастье, или осеннее пальто можно не покупать, да? Запомнили? Все, хорошо Или всем улыбаемся, или... Или фенита ля комедия Все, да? Понятно, да? Все, хорошо Или концерт закончен, да? Хорошо, тогда движемся дальше Третье, энергия знания Энергия знания Усиливается у человека В результате контакта с водой Вода Это как определить, что у тебя Энергия вечности нормально циркулирует? Как ты чувствуешь? Вот как определить? У меня хватает, я наелся энергии вечности Как определить? Хочу жить? Да, хочу жить, у меня бодрость Хорошее настроение Жить означает работать Означает Общаться, жить Я хочу жить, у меня есть силы Так? У меня есть силы Значит, у меня есть энергия вечности внутри Так? Нету сил? Иди Выходи на улицу и иди Вот так, а как ты хотела? Накачивай Нету сил? Иди Не хочешь ходить? Значит, будешь ходить под себя Со временем Два варианта Или ходишь, или ходишь под себя Как это? Лучше синиться в руках Чем журавль в небе Так? И лучше журавль в небе Чем утка под кроватью Понятно? Итак Запомнили, да? Ассоциацию Сил нет Иду Если не хочу идти То будет утка под кровать Все Добрый доктор Доросунов сказал Просто слушайте И делайте вывод Ассоциативный ряд вам выстраиваю Когда нет энергии солнца внутри Чего нету? Настроения нету Печаль Нет энергии солнца Печаль Ты не чувствуешь краски жизни Все плохо Нужна энергия солнца Так? Для этого надо улыбаться Улыбаться Запомнили? Улыбаешься Энергия солнца входит Ты отдаешь всем Ты отдаешь Тебя заходит Отдаешь Заходишь Отдаешь Заходишь Заходишь Понятно, да? Улыбаться Чтобы Заходила энергия солнца Надо улыбаться Вот в Италию приехал Солнце есть на небе У тебя нет солнца Чтобы солнце получить Итальянское Что надо? Улыбаться Улыбаешься Получаешь солнце Не улыбаешься Получаешь геморрой Потому что геморрой Это что такое? Это нарушенная энергия солнца Это воспаление прямой кишки Это нарушенная Это называется Норвегия Доша Пита Или Жар Который разъедает организм Если не улыбаешься Солнце Заходит Но неправильно И у тебя геморрой От этого Поэтому если хочешь Спросить про геморрой Про свой Сначала улыбайся Будешь улыбаться И уже его лечить А так что меня спрашивают? Живи просто Честно Живи с геморроем Итак Ассоциацию запомнили И улыбаемся И геморрой Хорошо Ладно Хорошо Отлично Движемся дальше Все уже смеются Отлично Солнце Пошло 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 Хорошо Отлично Все Мне нравится уже Мы в Италии Хорошо И третье Знание Знание Если нет знания Тогда Что возникает внутри? Раскражительность Возникает Обидчивость Возникает Гнев Страх Страх Это Энергия Вечности Раздражительность Гнев Отчаяние Это Нехватка Энергии Знания Получается Водой Водой Вода И Если я Энергию Вечности Всасываю В себя Длительным Движением Энергию Солнца Всасываю Энергию Вечности Всасываю Длительным Движением И Верю Что все Будет Хорошо Я верю Что все Будет Хорошо Что все Навадится У меня Есть Решимость Жить Дальше Энергию Счастья Всасываю Улыбкой И постом Энергию Знания Всасываю Терпением Спокойствием Спокойствием Энергию Знания Всасываю Когда я Спокоен Спокоен Тогда Я смогу Лекцию Понять Если я Беспокоен Только один Вопросик Значит Ты не сможешь Понять лекцию Надо успокоиться Дышать Блже И все И тогда Лекция Начнет Слушаться Спокойствие Энергию Знания Всасываю И вода И неподвижное Положение Тел Человек Не двигается Энергия Знания Входит Начинает В нем Двигаться Энергия Знания Прекрадает Все Все Понятно Становится Так Ничего Не Понятно Да Не двигается Все Начинает Понятно Становиться Всасывается Энергия С нами Если вам Ничего Не Понятно Надо Не Двигаться Если Нет Сил Надо Двигаться Если Геморрой Надо Улыбаться Понятно А вы Делаете Все Наоборот Нет Сил Вы Ложитесь Отдыхать Так А Надо Двигаться Если Нет Нет Счастья Вы Печалитесь А Надо Улыбаться И Если Нет Знания Если Беспокойно Человек Начинает Двигаться Метаться Беспокойно Надо Не Двигаться Мы Делаем Все Наоборот Вот Вирус Когда Приходит В нашу Жизнь Вирус Он Что Человеку Говорит Он Говорит Сами Разговаривает Вирус Или Нет Разговаривает Он Говорит Ложись Тебе Нет Сил Тебе Плохо Ложись А Надо Что Делать Чтобы Победить Вирус Надо Длительное Движение Совершать Надо Идти Чтобы Не выпускают По квартире Ходить Можно даже По кровати Ходить Если Если Век на месте Такой Век на месте Общепремеляющий Вот Вирус Что Говорит Ложись Ты Ложишься Да Подчиняешься Его Воле Мы Не сопротивляемся Ничему Нет Знания Надо Длительное Движение Тогда Ты Вылечишься Если Будешь Надо Когда Вирусом Ты болеешь Надо Идти 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 Нет Сил Спи Просто Так Лежать Нельзя Умрешь Или Спи Или Иди Сидеть Лежать Нельзя Понятно Вирусом Заболел Или Иди Или Отдыхай Все И больше Свежего Воздуха Всегда Потому что Нужна Энергия Энергия Чтобы Вылечиться Война Идет Внутри Нужно Подбрасывать Энергию Иначе Не сможешь Победить Дальше Что Он Вирус Говорит Он Говорит Лег Ты Лег Дальше Что Он Говорит Тебе Он Говорит Руки Ближе 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 Вот так Вот так Вот так Лег Вот так Голову Откидывай Глаза Закрывай Свечку 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 Зажигай Все Жди Жди Чего Жди Когда Дышать Перестанешь Дышать Перестал Приехала Реанимация Трубку Поставила Вот И Все Потом Вот И Все Мы Так Живем Без Знания